Здравствуйте, Елена Леонидовна. Как нам организовать Азаринку? Что? Азаринка, как нам позвать на встречу? Я с ребенком пришла, будьте любезны. А его нету. А где он? Как нету? Уже встреча кончилась после трех. Да? А кто вместо него? Бежите обращение. Я не буду писать. Не-не-не-не, мы пришли проверить, насколько юрлицо ответственное бросает свой пост. И кто вместо него? Так, пожалуйста, по поводу того, что вы мне говорили, пишите обращение. Я не буду писать обращение. Зачем мне ваши бумажки? Мне нужен живой человек. У нас большая проблема. Скандал в районе. Избили женщину. Да. Если есть заместитель, то давайте сюда. Азаринка, Александр Сергеевич, из Лисфа. Если его сейчас нет, то из него кто-то должен быть, обязан. В смысле никто не должен? Это же юрлицо. Не надо ваше, пожалуйста. Мы же сказали на личную встречу. Пожалуйста, по вопросу, который вы мне озвучили. Какой вопрос? Вы мне какой вопрос озвучили? Ну, вы же сказали, по какому вопросу мы к вам пришли. Вы по какому вопросу? Я у вас спрашиваю, я вам озвучил. Вы помните, по какому вопросу пришли? Чего у вас руки трясутся? Зачем? Все, вот так, да. Александр Владимирович, нам нужен представитель. У нас скандал. Конфликт. Конфликт. В управе, в жилищнике. Избили Ольгу Липину. Значит, управа отвечает за жилищник. Поэтому мы пришли. Я поняла. Пришли, я предупредил. Нам не нужно писать. У нас устное заявление лично представителя юрлица. Вы отказываете, да? Смотрите, значит, у нас... Здравствуйте, вызовите кого-нибудь представителя управы. Кто у нас сейчас? За Азаренко. Если Азаренко нет... Азаренко, либо его заместитель. Скажите, пожалуйста, вы... Мы отвечаем на свой и внутриобъектовый режим. А где он у вас вывешен, кстати? У вас есть... Можно ознакомиться с положением внутриобъектового объекта? Режима, то есть... И где у вас табличка? Не, не верю. Здесь есть табличка. Мы отвечаем за пропускной и внутриобъектовый режим. Положение есть у вас? Есть. Можно? Вы вот должны нас ознакомить с ним. Не, не должны. Тоже не должны? Вы тоже нарушаете? А вы тоже в федеральный закон? Мы Росгвардию сюда пришлем. Я не понимаю, а что... Можно узнать, как вас зовут? Тюрин Сергей Николаевич. Столичная безопасность. ЧОО? Да. Объясните, что вас не устраивает? Здравствуйте. В чем вы сомневаетесь? Ольгу Липину вот в такой же ситуации избили в жилищнике? Тоже пост охраны непонятный? Да у нас все есть. Мы отвечаем за пропускной режим. Вместо Азаренко должен быть его представитель. По федеральному закону, а частной охранной деятельности должна быть через генера. Азаренко, представитель юрлица. Вы будете по федеральному закону оспаривать? Я не понимаю, в чем вы сомневаетесь? Мы хотим понять, на каком основании. На основании пропускного и внутриобъектового режима. Мы хотим ознакомиться. Нам можно сюда пройти, нет? Пройти можно? Все, что угодно, но на основании положения... Да, ознакомьте нас с ним. Ознакомьте нас с ним. Где у вас здесь... Что у вас конкретно... Как мы можем пройти беспрепятственно? Как можем пройти? По согласованию с человеком, которым вы хотите что-то сделать. Вот это должно быть прописано у вас. В положении. Это публичное место. Все прописано. Разрешение есть у вас на этот терминал? Покажите вашу личную... Я не понимаю, в чем вы сомневаетесь? Мы вам задали вопрос правоправный, правомерный. У нас все есть. Покажите, предъявите. Вы обязаны предъявить при требовании граждан РФ. Это служебная документация. Это не может быть служебная. Федеральный закон гласит о том... Она нас не хочет приглашать. Вы занимайтесь. Вывеска о том, что здесь внутриобъектовый режим... Есть такая вывеска у входа. Вот пойдемте, я вам покажу. Пойдемте. Давайте, вызовите представителя, пожалуйста. Да мы не вызываем, мы отвечаем за пропускной режим. Это мы слышали, значит будем писать жалобу. Если никого не вызовите, будем писать жалобу. Что значит мы вызовите? Вот написано, пожалуйста. Да. Где? Вот. Объект охраняется, у чего столичная безопасность? Где печать? Где? Что? Ну это просто бумажечка. Что это администрация? Администрация чего? Это информационное, извините меня, информационное сочинение. Скажите, администрация чего это? Чего администрация подписала? Администрация... Где? Что где написано? Администрация чего? Ну пределите. Это служебная документация. Почему служебная документация всем проходящим должны... Вы закон о частных охранных предприятиях читали вообще или нет? Слушайте, у вас эти странные вопросы. Вы лично к нам какие претензии имеете? Нам нужно пройти к специалисту. К представителю юрлица управа района хорошо умеют. К нам лично претензии. Я вам три раза объяснил, что мы отвечаем за пропускной режим. Как только вы согласуете этот вопрос, мы его пропустим. Правила, правила. Где у вас здесь прописаны правила? Где они? Они должны быть до пункта охраны. В открытом виде, доступном. У нас служебная документация... Служебная у вас касается вашего внутреннего распорядка. А нам нужно касаемо... С чего вы считаете, что внутреннего? Потому что мы закон читаем. Мы знаем все правила. Мы тоже читаем закон. Ну, значит, не читайте. Она отказывается. Елена Леонидовна, тогда закрывайте это богоугодное предприятие по домам, если у вас нет представителя юрлица. Елена Леонидовна, у нас ЧП, мы имеем право в рабочее время прийти и с ответственным лицом, с представителем юрлица, Управа района «Хорошо в дневнике» встретиться и обсудить проблему. Решите ее попробовать. Нам надо сейчас решить проблему. Вы рассматриваете проблему 30 дней. Вы ее рассматриваете 30 дней, вот эту вот жалобу. Я вам говорю, нам нужно представитель юрлица. Вы отказываетесь позвать его? Я вас предупредил за три часа. Ну, то есть мы фиксируем, что Управа не работает, охрана нарушает. Я вам одно могу сказать, что мы отвечаем за пропускной режим. Сергей Александрович Азаренко отвечает за работу. Где он? Нет, подождите. Где он? Если он работает, то, скорее всего, он находится на районе. Так, сегодня 13 октября, можно Азаренко позвать? А, это самое. Значит, сегодня 13 октября 2023 года. Мы фиксируем нарушение. Какое нарушение? Азаренко, скорее всего, находится где-то на объекте. Тогда кто-то должен его замещать. Замещать должен. Мы не знаем, может, он в ресторане сидит. Помещение не может быть пустым. Позвоните кому-нибудь, чтобы спустились, и мы решили проблему, и мы вас не будем трогать. Человек же вот сидит. Что вам сказали? Она не представитель, она никто. Она никто. Она записывает на прием, а нам нужно сейчас организовать встречу. Я ее попросил 3 часа назад, позвонил ей. Под запись. У меня есть запись разговора, что мы попросили. Нам желательно с полномочиями. Кто-нибудь, кто может... Да, кто нам может помочь решить проблему, чтобы она не ушла в прокуратуру, в суд и так далее. У нас и так скандалы за скандалами в районе. А, извините, а как у вас проблемы-то? Избили Ольгу Липину в жилищнике. Тогда это в полицию. В полиции были уже. Тоже пойдем на прием. Управа отвечает за такие нарушения жилищника. Управа на мельско. Глава управа, который находится сейчас на объекте. Которого сейчас нет, он работает. Соответственно, что нам делать, потому что у человека какая-то срочная проблема... Заместитель должен быть. Марь Иванова назовите. Что это самое... Что должен быть человек, который Сергей Александрович замещает, чтобы решить проблему, которая возникла в течение последних нескольких часов. Позавчера избили. Позавчера. Дорог. Да, все верно. Избил прям... Вот мы так же прошли через турники, нам ничего не показали. Он подбежал, нас просто вытолкнул, и Оля Липина упала со всей дури головой. Вот мать маленького ребенка, у нее проблемы, у нее там ушибы и так далее. Нельзя, поэтому мы и спрашиваем. Там напал начальник внутренней охраны, Куренков, внутренней безопасности. Куренков, они пальцем не имеют права прикасаться к нам, понимаете? Так это же надо было на месте сразу вызвать. Мы вызвали, вызвали все. Это мы решили? Да, и если мы... Мы хотели какие-то повреждения. Это мы все знаем, мы люди образованные. Надо было на месте сразу, Александр, решать там все. Не получается сразу на месте. Значит, директор перед увольнением, вы знаете на него статью в суде, ему присудили экстремизм? Не откуда. А директор чего? Директор жилищника. Он со штрафом теперь, со статьей нехорошей. С которым он подорожил? Он на меня напал, да, как-то. Он напал. Да, и вот здесь я его обвинял, помните? Нет, я же не увидел, а кто кого победил? Победила дружба, если бы он компенсировал мне ущерб. Он мне разбил телефон и ничего не компенсировал. Хотя обещал отдать свой, старый. Я был согласен. Но он меня обманул. Поэтому он теперь со статьей ходит, в том числе. Вот вы, вот с торца, я говорю, вот тут с проезда, шлагбаум, от парковки. Подождите, можете вы говорить про вот этот шлагбаум? Просто здесь машин никакой нет. Вот эта дорога вот здесь. Да нет. Вот туда. Доль железки, со стороны железки. Там парковка и вот шлагбаум. Ну, у нас здесь вот этот шлагбаум, который вот идет... Ну, вот, короче, вот здесь лугу, в нашу сторону, концентрация. Вот. Так вы знаете, или нет, что ваша диспочек? Сейчас кто-то подойдет. Информационный. Ну, если вы поддите шлагбаум... Так, значит, вот теперь здесь у них все правильно. Прием населения. Азаренко, Меджевицкая. Значит, получается, у нее есть полномочия, да, наверное, будем считать. А на сайте у правой района Хорошом Невнике все еще висит здесь Ерухов, потом Сидоров. Вот старый, я же говорю, даймите меня, я им тут почищу всю информацию, даймите, мне деньги нужны, я на пиланте. Вот скажи, сегодня ты проверила запись на прием. Да, кто там указан на сайте? Там Сидоров указан. Сидоров и глава кто? А, это глава, еще Ерухов, да. Там же Сидоров, который уже давно глава управа Щукина. Да, он за ним, может, он замещает там должность. А здесь он замом. Деньги уж нужны. Здесь нет информации о внутриобъектовом режиме. Нет, инструкция тут не лежит. У нас ролик вышел, где мы рассказываем, как нужно знакомиться с режимами и так далее. У меня вот все дергается здесь. Мы даже знаем, что вы... Насчет режима у нас это служебная документация. Она в открытом доступе у вас на госзакупках есть, я видел. Инструкция охранников службы. У вас не более 20 часов должен быть рабочий день максимум. Проживание на объекте запрещено. А у вас вот там проживание. Курение запрещено на объекте. Покидать пост без замены. Ну, у вас двое хотя бы. Запрещено. Внутриобъектовый режим должен быть... Если вот это вот виден, я не знаю, что это еще. Если вот это подставлено... Просто у нас отсутствуют какие-либо нарушения... А это мы будем выявлять, если у нас сейчас ничего не состоится. Просто нет нарушений. Есть, есть. Я уже вижу три нарушения. Положения нет. Положения вы не предъявили. Удостоверение охраны вы не предъявили. Положение мы с тобой снимали. Предъявили бы, если бы у нас не было инструкции, в связи с тем, что она служебная... То есть, значит, его нету, получается. Почему? Если вы его не предъявили, значит, его нет. А вы вдруг террорист. Хорошо, удостоверение покажите, пожалуйста. Охрана. Покажи, покажи удостоверение. Не, я у вас спрашиваю. Удостоверение нет. У вас, может быть, нет. У него есть, я знаю, приличный человек. А у вас? У меня тоже все нет. Ну, так предъявите. Вы же говорите, у вас все отлично, все без нарушений. Вот удостоверение я вам, да, имею право предъявить. Нет, вы обязаны предъявить, не имеете права обязанных. Вы же тут служите или как? Оль, ознакомься, пожалуйста, с удостоверением. Хорошо. Там вписан объект этот, да? С удовольствием. Оль. С удовольствием. Я не буду снимать, я другой еще, я вам хочу показать. Вот, то есть, если честно... Форма у вас опрятная, тапочки недомашние. А в жилищнике сплошные, там вообще все сплошные нарушения. Да, в одном месте сразу с тобой разбираться. Это вот такой у вас? Нет, это не может быть. Здесь объект списан. Это кашель талона уведомлений, инспектор. Подождите, наименование подразделения... Я вам могу... А и... Не-не, я... Имя там есть? Инспектор ее запринял. Тюрьмин, сервис, да, есть. А адрес охраняемого объекта... А номер талона или чего там нет? Адрес, сейчас скажу, адрес охраняемого объекта в талоне уведомлений отсутствует. Пожалуйста. Нет, он вот здесь должен быть... А номер талона там тоже отсутствует. Значит так, я 10 дней назад переехал на новое место жительства. То есть, юго-восточного округа в юго-западное. Мы вас поздравляем. Разрешительный отдел мое удостоверение забрал и предоставил мне место... То есть, вы понимаете? На 10 дней. На 10 дней. Вот эту справку... Здесь даже печати нету. Но это их проблемы. Это нет. Это проблемы-то уже ваши. Нет, это не... Вы без разрешительных документов приступили на пост. Я делаю соответствующие... Я должна вызвать Роспартию и снять охранный пост. А вы снимаете на свой личный телефон. А вы кто? Можете представиться? Вы сидите. Я проверяющий. Вы проверяющий. Можете предъявить документы? Да, конечно. Вот смотри. Мне нравится такой проверяющий. Нет, все, что вы... А вы проверили их на нарушение, нет? Вот, я вот проверяю. Да. Пожалуйста. А, ну... Можешь, все здесь серьезно. Столичная безопасность. Клицез инспекторского отдела. Серегин Евгений Викторович. А до какого у вас удостоверения действует? Что здесь не написано? Сереж, возьми трубку. Не, ну, это... Пока это Филькинограмма... Оль, смотри. Нету даты срок годности документа. Да, это... Это... Да, мэр, слушай. Ну, я такой не могу принять, но... Я вам еще раз... Да. Вот я убедусь, у меня его заберут и все. Я не имею права их больше проверить. В колонии уведомлений... Ну, они у вас должны проверить и сказать, а вы кто такой? У вас нету там дат. И должно быть... Действует до какого? Нам положено, давайте начнем. В колонии уведомлений вам объясню. Скажите, у вас где положение внутри обиктовом режиме? Я не права? Я права. Вот учитесь у проверяющего. Хотите, я вам покажу? Служебная документация? Это не служебная документация. Для служебного пользования это гриф секретности. Это у вас тогда не у права, а психбольница может быть. Смотри, смотри. Вот, вот. Это мы делаем закон. Да. Посетители объекта должны быть пронсформированы об этом посредством размещения соответствующих местах. Куда он дает удостерение частного охраны. Либо для продления его, либо... Для переноса личного дела в соответствующий орган. Если он переезжает с адреса на другой адрес, он в течение двух недель обязан предъявить рецензионную... Говорит, нет. А, не придут? Нет, то есть у них там... Выстость, тем не менее. Хорошо, хорошо, Ольф. Сейчас еще позвоним. Ну, раз никто не придет, значит мы снимаем, да. Они дают талон уведомления, то, что у него забрали лицензионную... Так он без печати, этот талон? Он не без печати. Как без печати? Может быть, он без печати. А где там написано, что-то о Росгвардии выдало? Где там написано? Ну, смотрите еще, давайте я... Давайте так, а у вас есть удостоверение? Талон уведомления. А у вас есть удостоверение? Ну, давайте мы хоть посмотрим, чтобы у кого-то... У меня есть удостоверение, потому что он находится именно в том... Вот написано, в том организации, в котором вы выдавили. Вот можете туда обратиться и сказать... В печати нет, мы не знаем. Адрес охраняемого объекта. Да. Где? Должен... Нет, вот на удостоверение, либо на талоне должен быть. В талоне уведомления нету. Объект номер такой-то, такой-то, такой-то. Что у вас есть? В талоне уведомления, адрес... У охраны, в документах. На 11-й странице удостоверение должно быть. Это какой... Вот давайте сейчас... У вас есть удостоверение? Значит, это не надо. Моргните глазом, если не надо. Есть? Предъявите? Ну, ладно. Я к вам хорошо отношусь, не буду вас мучить. Все, ладно, договорились. Никого. Оставили все, уже на дачу поехали. Так все, нету здесь представителя юрлица. Как же объект брошен? Мария Ивановна, наверное, в шашлыки поехала. Да. А Мария Ивановна позовите, или она носки вяжет? Нет. Нет, серьезно, она носки вяжет? Вызвите кроме настоящее. Куда-то там отвозят в непонятные территории. Каждые выходные. Разрешите? Мне вот больше всего интересует... Копи. Копи есть. Ну, давайте поплю, я же вас просил. Давайте поплю. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, мы должны хоть как-то завершить эту встречу. У нас тоже дела, но... Сейчас, сейчас. Ну, будет жалоба написана, что в это время рабочий, никого из представителей управы на рабочем месте нет. Все отсутствуют. Все замы. Все замы. Нет представителя с полномочиями. А вдруг какое-то ЧП? Кто будет? Вы будете принимать решение? Ну, что вы мне бумажечку союете? Не надо бумажечки, нам не надо. Елена Леонидовна, срок рассмотрения вот этой бумажки 30 дней. У нас проблема срочная. Вы всегда даете через 30 дней. Может быть, это я вам всегда говорю, что может быть и раньше. Но вы всегда говорите. У нас есть право... Правильно. Нам, нам сейчас нужно решить проблему. Свидетельский Александр, активист района Хорошева Мневники. Кто-нибудь? Ну, гражданин Российской Федерации, да. Кто-нибудь? Ну, Оль, не распаляйся. Лучше пойди проверь, есть там туалетная бумага у них в туалете или нет. Мы всегда проверяем, потому что нам жалуются сотрудники управы. Как вы сказали на камеру? Да. Фигнёй. Фигнёй. Хорошо. Потому что на этом мужике так не делают. Угу. Понял? Да. Туалетная бумага. Это хорошая баба. А мужики бьют баб, женщин. Хорошая баба только трепется. Понял? А, ну-ну. Снимай, снимай. Хорошо. Это вот вы у нас работник управы, да? Завхоз или кто вы у нас? Какая ваша должность? Можете представиться? Ну, вот вы нахамили и текать сразу. Ну, вы ж мужик у нас. Представьтесь, как вас зовут? Как вас зовут? Выключи. Нет, не выключу. Ну, когда выключите, я буду рассказывать. А, а что вы боитесь? Я не хочу с тобой под камерой. Посмотри, он на меня хочет напасть. Мы пришли решить проблему. Вы зачем-то влезли, пытаетесь меня оскорбить. Я как-то спровоцировал вас или что? Нет, а что вы-то проверяете по моему? Мы проверяем бумагу. А если нет, потому что работники управы жалуются, что часто бумаги туалетной не было. В последнее время она появилась. В чем проблема? Что бояться так и оскорблять? Елена Ленидовна, нам нужен представитель юрлица управы района Хорошова Мнёгники. Никого нет. Борисов есть. Бумага есть? Есть бумага. Вот. А что он нервничает? Я говорю, где подруга? Завхоз. Я говорю, по моему считаю... Чего вы нервничаете? У вас бумага есть? Я вас больше ничего не спрашиваю. Только бумагу с вас требую. Чтоб не курили вот здесь. Вам на дорожку бумажки дать? А давайте, кстати. Пару рулонов я не откажусь. А зачем парочку? А сколько вы мне дадите? На раз только. На раз? Да. Больше я не знаю. Вы хотите сказать, что я при виде вас, мне нужна туалетная бумага? Нет. Вы спрашиваете туалет, давайте на раз помогу. На всю, на неделю. Какую-то особенную, как для главы управы? А? Не для простых людей. Отмотайте мне, я хочу сравнить. Провести анализ. Для вас только. Да, давайте. Насколько вам требуется? На раз? Можете даже наждачные бумаги нарезать метр от полтора. Да. Да. Нечего Ольгу Липину избивать в жилищнике. Вы идите в жилищник? Чтоб нас опять избили. Что тебя так бьет? Не-не-не, вопрос серьезный. Серьезный? Вопрос серьезный, не надо шутить и хохметь. Мы бы сюда так просто не пришли. Ну, милиция, что, тоже не сможет делать? Тоже не может, представляете? Мы вынуждены к начальнику милиции идти, полиции, ОМВД. Нечего Ольгу Липину. Разберемся, это будет громкое дело. Вы знаете, что директора жилищника оштрафовали за статью «Экстремизм»? Потому что он говорит, что русские люди не любят работать, поэтому он нанимает иностранных граждан, которые любят работать. Вот его за это судили в Хорошевском суде. По моей жалобе. Так же нельзя говорить. Так нельзя говорить. Так можно думать, но говорить так нельзя. Потому что у нас такие реалии сейчас. Я вам покажу, вот этот сайт «Московский суд общей юридиции», вы можете на его сайте вот вот сюда увидеть. Этот человек продолжает замещать должность ИО-директора, и там творится беспредел под руководством. А нас, даже простых москвичей, даже дворниками не устраивают. Я прихожу к начальнице кадров, а она говорит, а у нас весь штат укомплектован. Я вот так камеру поворачиваю, а тут гастарбайтеры кучка. Александр, а где вы работаете? Я садовник. Садовник? Дизайнер. Делаю мир лучше. А когда же вы работаете, если вы по управлению, я вас не в каждом по-шему управлению. А у него самодообрать. А-а-а. И за эти деньги платят? Нет, насчет самодообрать. Или у жителей тоже. А у вас есть полномочия интересоваться личной жизнью граждан? Да. Где у вас полномочия? Вы завхоз? Да, вот я тоже. Давайте я поинтересуюсь, какой у вас ремонт был в подвале. Давайте. Такой житель, как и вы. У вас там ужас, что происходило. Вы за своим делом занимаетесь? Я вам спрашиваю. Вы зарплату получаете из наших налогов или нет? Вы что-то не очень хорошо... Я зарплату из налогов не получаю. Как и вы. Ну так делитесь тогда. Я такой же гражданин, как и вы. Такой же рабочий. Вы при исполнении сейчас. При исполнении. А вот почему вы не на работе? Неизвестно. Ой, ну ты надо же. Ты шо, Андропов что ли? Хуже. Хуже? Ну идите полечитесь. Если вы хуже Андропова. Это вы че, тоже мне на кабине все, что у меня... Конечно. И все буду выкладывать. Нечего хамить. Че вы так испугались про туалетную бумагу? Вы мне обещали отмотать на раз, кстати. Ну кто-нибудь спустится к нам или нет? Мы уже здесь сколько? 25 минут. Не успел. Реально, как он? Просто не успел, а потом все это произошло. Дали копоты. А у меня еще это самое. Я в другой лицензионке одновременно должен был это самое. У меня там находчивое оружие. Все одновременно. То есть все в течение 10 дней нужно было сделать. Куренков. Сергей Александрович. Поэтому просто физически будет возможно. Плюс тому это законодательно нигде не пускали. Он давал указания лично нас не пускать никуда. Все остальные люди проходят. Без документа. Все. Прям при нас. Нам запрещено. Я показываю паспорт, а нас не пропускают. А мы потребители услуг. Как это так? Здесь, ладно, мы хоть налоги только платим. А там мы конкретно платим. В жилищнике. Это же нет. Ты что, как же? Ну, потому что мы пришли, что светиться. А, нет, все нормально будет. Александр меня уже давно знает. Знаю и уважаю. У нас и в жилище не наезжаем, поэтому. Были нормальник, адекватный или ребят? Мы тоже люди с пониманием человеческим. У меня щека болит. Причем? Вот удостоверение есть, я увидел. Вот это вот такое у вас тоже должно быть. Да. И на 11 странице прописан объект. Удостоверение находится у тех, кто его выдает. Ладно, вы взяли документ, который должен иметь все признаки документов. Ну, это... Печать подтверждает подпись, и подпись подтверждает печать. Я ей тоже... В смысле, я обращаюсь? Ну, как я пойду обращаться, что... А мне что? Я ей тоже сказал. Она сказала, что этого документа достаточный. Документы той самой организации, которая мне его выдает. Если вы сотрудник ЧОП, вы должны знать закон. Закон, я об этом ничего не скажу. То есть, вот эта липовая бумажка, если о законе не сказано? Моё руководство то же самое сказала. Но в связи с тем, что это произошло буквально три дня назад, просто... Ладно, у вас хорошее лицо, я вам верю. Нам нужен какой-то представитель управы. Нету никого. Все шашлыки дать. Ну, давайте... Сейчас я позвоню. Слушай, ну, надо ехать уже. Да? Да, сейчас. Мне ребенку нужно позвонить. Слушай, мне прям совсем... Что у тебя? Мария Ивановна, на самом деле, как-то надо логически, может, завершить. Тут у нас к Сергею Александровичу, Азаренко, подошли люди с конкретной проблемой. Сергея Александровича нет. Значит, она ее взялась вместе. А Александра Сергеевича нет. И, может, вы спустите, как-то попробуйте. Мы кусаться не будем. У меня уже и те минуты. Пять минут, мы больше не займем времени. Вы сказали, что все решим о старте заявлений. Мы все... В определенных случаях обратиться лично к юрлицу этого заведения. Управа района Хорошом дневнике. То есть она отказывается. Отказалась выйти. Я правильно понимаю? Слушай, ну, то, что я сказал, то она и сказала. Другое дело, что я вам от себя могу сказать. От себя могу сказать одно. Что вот я вот здесь работаю, да, вот сколько... Я знаю, что руководство работает. Вот, допустим, в тот момент, когда заходят посетители, совсем не обязательно должен оказаться рядом человек, которому он обращает. Потому что люди работают. Правильно. Тогда он должен оставить после себя человека с полномочиями. Обязательно. Должен быть представитель юрлица на месте, на юрадресе. Они согласовывают, и они встречаются. Потому что все работают. Вот это я знаю. Так они могут все вместе уйти в отпуск и уехать на моря, например, да? И все здесь будет брошено с таким же успехом, результатом, как сейчас. Я вот просто по своему опыту могу сказать, что руководство, как правило, работает. Поэтому в тот момент, когда заходит посетитель, они совсем не обязательно должны оказаться именно в этой же точке, в это же время. Вот это я знаю. Я же говорю, нам не обязательно нужен Азаренко. Дайте его представителя, пожалуйста. Здравствуйте. У вас есть полномочия принимать население? Вот. Вы же канцелярия, да? У меня есть полномочия принимать обращение. Вот. Канцелярия. У нее нет полномочий. А у Марьи Ивановны должны быть. Вот она отказывается. Я не знаю, среди с чем... Вы знаете, в прошлый раз, когда Олю Липину избили, Марья Ивановна радовалась. Она радовалась, что ее избили. Ну, может, не так все-таки. Пусть она придет, тоже порадуется сейчас. Мне кажется, что... А когда Ярохова избили в новостях, то мы огорчились. Я выразил ему соболезнование. Правда, он сказал, что его не били. А вот как он только приступил на мневниках. Вышел неизвестно и поколотил. Ну, Ярохов говорит, что вы не успели поколотить. То ли убежал, то ли что. Но полиция занимается этим преступлением. Я говорю, ну, если вас не поколотили, то за что дело-то? Не нашелся, что ответить. Где-то врет. Говорят, к вам это... На Хапитян вернется главой, нет? Я слышал, когда мог. Ну, это хорошая новость. Ну, все-таки заявление может... Я не знаю. Мы устное заявление хотим оставить. Устное. Мы имеем право на это. И по телефону я оставлял заявление, что мы придем сюда. Они знали. Они специально все попрятались. У Азаренко была встреча в 11 утра. Все. Ну, Александр, вы видите, какая ситуация. Мы видим, значит, мы фиксируем, что у нас нарушение. Что вы нас сюда не пропускаете. Непонятно на каком основании. Давайте мы к Марии Ивановне пройдем. Давайте мы пройдем к ней. Хорошо. Вы сказали. Позвоните. Мы можем к ней прийти или нет? Согласовать с ней. Давайте. Вы же сказали, что если нас согласуют специалисты. Но мы отвечаем именно за пропускной и внутривихтовый режим. Вы сказали. В смысле? А куда? Дайте мне ее личный номер. Ну, там номера должны быть. Я не знаю. Просто у нас все есть. Вот все. Мне никто ни от кого ничего не прячет. Где ее номер? Можете показать? Кого ее? Марь Ивановне. Вот она. Единственное упоминание о ней. Здесь депутаты. Вот депутаты с личными номерами. Депутаты. Продолжаем.